Музыка Привет всем мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт и мы продолжаем Смотреть животных из Jurassic World The Game Сегодня у нас новенький, это Зухамим Насколько мне помнится, я про него ничего не рассказывал, у меня его в парке не было Значит, сегодня и расскажу Значит, как многим известно, Зухамим являлся спинозавридом Относился к таким родственникам, таким динозаврам, как спинозавр, барионикс и ирритатор Которые все, кроме барионикса, есть в игре Его название переводится похоже на крокодила Из-за того, что, ну, перья окаменелостями, которые были найдены, это была длинная челюсть с большим количеством зубов Удлиненная такая челюсть Вот, и решили, что это вначале, ну, типа, крокодилу принадлежит, потом поняли, что нет и назвали похоже на крокодила Зухамим, в общем Был обнаружен в республике Нигер В 98-м году полом Серена Обитал 125-112 миллионов лет назад На территории Нигера, естественно То есть это миловой период Дон достигал до 11 метров Высотой от 3,2 до 4 метров Весил от 5 до 6 тонн Значит, в челюстях находилось около 122 зубов То есть такая своеобразная пила, которая позволяла удерживать скользкую рыбу Которая являлась главным в рационе Зухамима Крупная рыба, там больше метра длиной Ну, небольшой горб, как мы видим, не парус, как у спинозавра А небольшой такой горб, вот спинными отростками образованный И коготь у него был на передней конечности длиной до 30 сантиметров Чуть меньше, чем у Барионикса Но прикол в том, что здесь это не показано Здесь просто трех... как сказать-то... Трехфаланговая кисть такая вот И когти на ней все одинаковые Это, по-моему, не круто То есть, все-таки это его отличительная черта Вот и от коготь, и можно было бы его добавить Ну и на территории Нигера, там же, где и был спинозавр Зухамим охотился в водах В этих же водах обитал сарказух И часто, возможно, между ними были стычки Так считают ученые Возможно, они даже находили окаменелости Которые доказывают то, что сарказухи атаковали зухамимов Вот И еще он мог охотиться как бы не только на рыбу Но и на каких-то травоянных животных И на птерозавров Вот на птерозавров есть доказательства Нашли окаменелые кости птерозавров и орнитохиеридов Каких-то в его желудке Так, ну ладно Вот так вот он выглядит у нас На десятом уровне эволюции Естественно, он очень здоровый Он даже больше тираннозавра в игре Ну, по размерам именно Как по мне, это вообще не круто и неправильно Так вот, давайте статистику посмотрим Вот он легендарный Не забываем, что мы уже легендарных животных смотрим Вот опять звук куда-то уходит Ну-ка давай Ну, более Ну, да, отстает что-то Хрен знает, что с ним такое Значит, на двадцатом уровне Он становится таким золотистым Со всякими тут полосочками Ну, это все понятно Почти На двадцатом уровне у всех животных Почти то же самое происходит Особо такого ничего примечательного Вам по нему я сказать как бы не могу В данный момент Ну, нечего Значит, на тридцатом все то же самое Только более ярко выраженное И все Единственное различие Тем временем, не забывайте на статистику Поглядят, кому интересно Допустим, у кого нет еще этого животного Или кто его еще не прокачал Что вас ждет в будущем Вот, и на сороком уровне Вот он вот так вот выглядит Получается Где было золотистым, стало красным Остальное такое кислотно-желтым Или даже кислотным просто цветом И ряд шипов разного размера вдоль спины Это все Все, что с ним стало По-моему, это как бы круто То есть его дико не изменяли Просто так шипы ему добавили И все И типа с тебя хватит Здоровье 1614 Урон 413 Ну, насколько я помню Я часто его в битве использовал На более низких уровнях И мне он как бы помогал Но сейчас на моем-то уровне Он уже почти бесполезен Смотря в где, конечно В каких видах Но практически бесполезен Глючишь, да? Не хочешь, да? Ну и хрен с тобой Поздно уже рычать Я уже все Все понажимал Так, 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 так Ну, давайте посмотрим Еще тех животных Которых уже у нас были Да, все-таки звук что-то отстает Так, ну это Димитродон Димитродона я рассказывал Он у меня был в парке До того, как все слетело нафиг Вот Поэтому я про него вам Как бы ничего рассказывать Не буду Просто посмотрим его На разных уровнях эволюции На 20-м, получается Вот у него Парус стал более таким Раскрашенным Более темным таким даже Ну, точнее Более ярким То есть светлым Вот Тут всякие полосочки добавили Ну, 30-м Вот это Такое значительное изменение Значит, нижняя часть тела Не считая Живота вот этого Она стала такой красной С полосками А остальная часть фиолетовая С разными оттенками То есть видите Здесь такая Боковая линия Она светлая Такая сиреневая Даже Остальное все фиолетово Гамма звуков Ничего не происходит Это очень забавно О, ты на 40-м уровне Это просто что-то Он мощнее Звухомима, как мы видим Здоровье чуть меньше 1520 Но вот урон 581 Гораздо больше Чем Почти на 200 Больше Чем у Звухомима Значит, что Изменилось Огромный парус Стал Ну То есть здесь Здесь он был неровный Такой, да А здесь он Полукруг такой Даже полуовал такой И Там Где якобы Были вот спинные отростки На каждом окончании Добавили по большому шипу И эти шипы Также на хвосте Продолжаются По цвету В принципе Почти ничего не изменилось Вот Здесь еще на шее Шипы появились И вот Огромный рог Такой Не просто Как знаете Такой В виде такого шипа А именно Широкий рог Мы добавили Не знаю Зачем Но Смотрится Конечно В одно время И прикольно И странно Да Так Кого можно Посмотреть еще А Вспомнил Ну у нас он Этот Димитродон Также для создания Какого-то гибрид Используется Вроде Предродона Но это мы потом Уже посмотрим Звуки Куда вы пропадаете Ну вот Он Айазавра Я тоже успел Его показать До того Как там Закончилось Все Вот Поэтому тоже Ничего Про него Рассказывать Не буду Просто Посмотрим Опять Ну на Десятом уровне Он обычный Такой Ничего Примечательный Он сероватый Такой На Двадцатом Резко Стал Фиолетовым Все эти полоски Которые Которых Не было Естественно Добавились Они стали Более Темно Фиолетовым А Ставлю Более Светом Что Как-то Выражено Было Да Жалко Что Звук Отстает Конечно Это Прискорбно Так На Тридцатом Уровне Все Что Раньше Было Просто Таким Сереньким Таким Стало Бирюзовым Ну и Здесь Тоже Бирюзовый Появился По сути Ярко Выглядит Прикольно То есть Так Относительно Красавчик Статистика Неплохая Уже На Тридцатом Уровне То есть Он Довольно Хорош Уже Сам Собой Ну а На Сороком Уровне Мне Именно Акрас Не Понравился Тем Что Здесь Вот Такое Голова Зеленая Как-то Ну по-моему Не смотрится Сделали ее Бирюзовой Были Сиреневые Как-то Не знаю Зеленая Голова Ну вообще Не круто По-моему Вообще Как-то Светом Переборщили Не знаю Протупили Что-ли Вот здесь Коготь Появляется Вроде Не было А нет Он был Маленький Его удлинили Он сам Большой Такой На Перенеконечности Кожа Когти Удлинили Вот На Голени Здесь У нас Три Шипа Ну Вдоль Спины Шипы У нас Такие Идут И на Хвосте На Кончике Хвоста Они Как-бы В три Ряда То есть По бокам Еще Есть Это Собственно Горя Все По нему Нечего Больше Сказать Он Такой Как-бы Его Ошибкой Тоже Не Изменяли Значит Здоровье 1757 То есть Даже Больше Чем Узухамима И При этом Атака Тоже Больше Чем Узухамима Но Меньше Чем Диметродом Но Это Из Тех Кого Мы Сегодня Посмотрели Чтобы Просто Сравнить Для Вас Как-то Посмотреть Ну В общем Это Все Животные Которые Я Хотел Сегодня Показать Такие Коротенькие Видео Мне Как Более Удобно Что Ли Снимать Потому Что Не Все Будут Рады Смотреть Там 25 Минутное Видео В котором Я Кучу Животных Покажу Легче Вот так Маленькими Видео Снимать Надеюсь Это Видео Вам Понравилось Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Вступайте В группу Канал Ссылка Будет В описании С вами Был Дарт Сидиус Всем Всего Хорошего До Скорых Встреч И Всем Пока Субтитры 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 Субтитры